Итак, смотрите, очень важно понять, что энергия солнца, энергия воздуха, воды, земли, все эти энергии присутствуют также в наших близких. Надо учиться все это принимать. Сначала природу мы принимаем благодарность, сначала мы свежий воздух женщины принимаем, ветер ведь принимаем, а потом мы мужскую вот эту вот строгость мы сможем принять, потому что это одна и та же энергия. Понимаете? Понимаете? Сначала мы научимся солнце любить, а потом мы увидим, что мой муж оптимистичный человек, жизнерадостный. Мы начнем это в мужчине уже солнце принимать, потому что солнце, оно сначала надо увидеть его в природе, а потом в человеке уже. Солнечные женщины бывают? Солнечные женщины это те, которые признают мужское начало. Они солнечными становятся женщины. А солнечные означают какие? Ну-ка, ну-ка, давайте догадывайтесь. Солнечные женщины, загорелые, ну близко. Яркие. Нет, добрые это не то. Красивые, мои хорошие, не догадались. Давайте я вам сейчас расскажу эти монологии слов. Вот смотрите, слово «красный» означает солнце. Красный также означает красивый. Девушка краса, длинная коса. Краса означает красный, означает солнечный. Это означает любит мужское начало. Иначе становится какой? Красивый. Теперь, если женщина не любит мужское начало, боится его, или презирает, или ненавидит, она будет какой? Не. Не. Красивый. Не красивый, мои хорошие. Вот так вот. Есть еще теперь, давайте, санскритское слово. Красный означает лал. Лал. Любимый означает лал. Красивая означает лала. Ляля. Моя лялька, значит, любимая, красивая, красная, солнечная. Понятно? Ляля моя, ляля, значит, любимая. Красная девушка, красная, краса. Видите, все взаимосвязано. Если женщина любит мужское начало, не может быть красивой. Краса, девушка краса, значит, красная. Девушки щеки чем мажут? Какой цвет? Красный, значит, солнечные, любимые. Поэтому розы, какие цвет любви, какие женщинам дали? Алые. Алые. Понятно, да, система? Хотя солнце, это же мужское начало, но розы красные, признак страстной, горячей любви. Означает, женщина любит мужское начало, признает его. И поэтому ее можно взять замуж. Она красивая, значит, становится. Вот и думайте теперь, девушки, почему я не замуж. Спасибо. Продолжение следует...